С чего начинается армия? В этом году, 8 апреля, военные комиссариаты России отметят свое первое столетие со дня образования. В этот день, в 1918 году, Советом народных комиссаров был принят декрет об учреждении волосных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам. Дата основания военного комиссариата Карачаева-Черкесии – 20 марта 1922 года. В этот день был издан приказ о переименовании Баталпашинского отдельного комиссариата в Карачаево-Черкесский областной комиссариат по военным делам. Возглавлял его герой гражданской войны комбриг Яков Балахонов. Почти вековой путь, пройденный комиссариатом, был непростым, но на всех этапах становления его сотрудники достойно выполняли стоящие перед ними задачи по укреплению обороноспособности страны, патриотическому воспитанию молодежи. Эти задачи остаются неизменными и сегодня. Первая основная задача – это вопросы мобилизации, мобилизационной подготовки. Второй вопрос – это учетная организация и осуществление воинского учета всех граждан. Третий вопрос – учетно-призывная работа. Сухопутные военно-космические войска, военно-морской флот, призывники Карачаева-Черкесии служат во всех видах и родах войск России. В последние годы очень увеличилось процентное соотношение граждан, которые хотят поспасть и отслужить в вооруженных силах Российской Федерации. Молодежь в Карачаево-Черкесии усиленно занимается спортом. Я сам это наблюдаю. В военкомате не делят на здоров и нездоров. Все гораздо проще – годен или негоден. Проверят досконально. Главный упор на качество, а не на количество. Радует то, что у нас в основном, вот мои наблюдения, да, мальчики приходят спортивные. Они не только просто здоровые, да, они еще и воспитанные. Вот все равно кавказская традиция. Занимался я здесь, в спортивном комплексе «Олимпик», «Диздо». Имею снаряд КМС, кандидат мастера спорта. Отдельное отношение к тем, кто идет служить в элиту – на флот или в ВДВ. Поблажек нет. Туда попадают юноши только с идеальным здоровьем, категорией А и с определенными навыками. Стрелять, разбирать автомат, метание ножей. Сто метров пробегал за 13 секунд, на перекладе и не подтягивался 25 раз. Однако хорошая физическая подготовка – отнюдь не пропуск в элитные войска. Тут требуются и другие способности. Горазу не подлежащие призыву. После прохождения медицинского освидетельствования у нас проходят мероприятия по профессиональному психологическому отбору. Мы определяем логическое мышление мальчиков, нервно-психическую устойчивость и каким предметом и каким специальностям они более расположены. Граждане нашей страны считают армию России боеспособной и готовой решать самые сложные и ответственные задачи. Для этого как воздух необходимы профессионалы. Сегодня будущие защитники России из Карачаева-Черкесии могут получить настоящую путевку в жизнь. Мы направляем военные институты, ракетные войска, общевойсковые. Есть у нас и химические военные институты, есть и военно-медицинская академия. Это в Санкт-Петербурге. Я решил поступить в Саратовский военный орден Жукова, Краснознаменный институт войск национальной гвардии по специальности правовое обеспечение национальной безопасности. Поступаю в военную академию РВСН имени Петра Великого, филиал в городе Серпухов. Буду учиться на факультете автоматизированных систем управления. После окончания стану младшим лейтенантом ракетных войск стратегического назначения. Свой вклад в обороноспособность страны вносят те, кто выбирает службу по контракту. Желающих хватает. Отбор самый жесткий. Армия должна быть боеспособной. Граждане, подлежащие призыву, сейчас тоже имеют право идти по контракту, если они имеют высшее образование или среднее профессиональное полное образование. Чем один год служить просто, срочную службу проще, два года служить по-настоящему по контракту. Я учился в Старопольском колледже связи имени героя Советского Союза Петрова. По специальности сети связи системы коммутации. Я готов к службе в армии. И куда вы получили назначение? В воздушно-космические силы. Вас радует? Конечно, меня радует такое назначение. Он меня радует тем, что, возможно, я буду служить по своей специальности. Молодежь, которая идет в армию, выполняет свой долг, счастью и достоинством военкомата, получает благодарственные письма. Многие награждаются правительственными наградами, не только на местах службы, но и при выполнении боевых задач. Это заслуга, прежде всего, военного комиссариата, отдела, который занимается призывом и набором на контрактную службу. Ну а если специального образования нет, тоже не беда. Военкоматы Карачаева-Черкесии помогут получить профессию, которая в любых родах войск пригодится. Я осваиваю воинскую специальность, я учусь водить грузовик. У большинства населения слово «военкомат» вызывает только одну ассоциацию – армия. Никто даже не представляет, сколько интересной работы выполняют сотрудники этого ведомства. Это огромнейший объем задач. Начинает мобилизационные работы, учетно-призывные работы, это социальная работа с пенсионерами, пенсионная работа, работа с гражданами, очень большой объем работы с архивом. Это увековечивание памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне, поиск останков погибших воинов. Кроме того, военные комиссариаты республики помогают военнослужащим и членам их семей в своевременном предоставлении установленных законодательством и год, работают с гражданами, принимавшими участие в боевых действиях, в зонах вооруженных конфликтов. Это и пенсии, и пособия, и многое другое. На своем команде создана комиссия посещения пенсионеров Министерства обороны на дому. Месяц один раз мы вместе с комиссией посещаем, беседуем, спрашиваем, какие у них вопросы, стараемся решать, если у них какие-то вопросы. Ну вот, помогаем, чем можем. Если у них какие-то вопросы там по газоснабжению, по телефонам этим, стараемся всегда помогать. Военно-патриотическая работа, как и все годы существования военных комиссариатов, неотъемлемая, важная часть работы этого ведомства. Под его эгидой в республике работают региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия. Регулярно проводятся дни призывника. Мальчишкам нравится. И о службе в армии можно поподробнее узнать, и с техникой поближе познакомиться. Отслужив год в армии, далее жизненный путь будет строиться намного проще. При поступлении в ВУЗы, еще в какие-либо ведомства, государственные, либо частные, либо кто примет решение подписать контракт, соответственно, можете связать свою судьбу с армией. Впечатления положительные, конечно. Очень доходчиво все объяснили. Понравилась, как бы сказать, сама территория, общежитие для военных, техника, условия вообще, которые предоставляют контрактикам, если тут служить. Почти вековой путь, пройденный военным комиссариатом Карачаева-Черкесии, был непростым. В годы Великой Отечественной войны через военные комиссариаты области было мобилизовано около 40 тысяч граждан, в том числе и добровольцы. Карачаева-Черкесия дала достойных защитников Родины. 29 героев Советского Союза и Российской Федерации. 7 полных кавалеров Ордена Славы. Более 15 тысяч человек, награжденных боевыми орденами и медалями. Наши земляки участвовали в боевых действиях и в мирный для нашей страны период. Оказывали интернациональную помощь Венгрии, Чехословакии, Ливии, Эфиопии, Сомали и другим странам. Только в Афганистане школу боевой выучки прошло 848 наших земляков. 360 из них награждены боевыми орденами и медалями. Ребята из Карачаева-Черкесии служили и в горячих точках нашей страны. 1274 гражданина выполняли боевые задачи по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Северо-Кавказского региона. Они с честью справились с возложенными на них обязанностями. Более 1200 военнообязанных земляков были направлены в Украину для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Люди выполняли долг, никогда не сетовали на тяжесть, ответственность или опасность боевого задания. Сегодня военкомат нашей республики занимает ведущие позиции среди военных комиссариатов Южного военного округа. А качество призыва и уровень подготовки призывников из Карачаева-Черкесии традиционно высоко оценивается командованием Министерства обороны Российской Федерации. С гордостью могу сказать, что по итогам 2017 года военный комиссариат республики в системе Южного военного округа занимает лидирующие места. Это в своем разряде, в своей категории мы заняли первое место. Это и есть серьезные, хорошие достижения. Праздник праздником, но про работу никто не забывает. В самом разгаре призывная кампания. Можно не сомневаться, это задание, как всегда, военный комиссариат Карачаева-Черкесии выполнит на отлично. Коллектив замечательный. Вы выбрав служение Родине, вы с честью на всех этапах своей жизненной, жизненного пути внесли вот это знамя, знамя защитника Отечества. В каждом своем поступке вы показывали, как надо любить горячо свою Родину, как нужно быть преданным ей. Все течет, все меняется, но одно остается неизменным. Для процветания и защиты государства необходимы люди, готовые к самопожертвованию во имя справедливости и добра, во имя достойной жизни и благополучия своей страны. Этими людьми были, есть и остаются российские офицеры и солдаты, доблестные защитники Отечества. Именно такие люди всегда служили и будут служить в военном комиссариате Карачаева-Черкесии. Субтитры создавал DimaTorzok